Меня зовут Игорь Васильев, я являюсь генеральным директором компании Лиот. Компания Лиот является технологической компанией, производящей микропроцессорные банковские карты, разрабатывающие программное обеспечение для них и дополнительные сервисы на базе смарт-карт для наших клиентов. Я абсолютно убежден, что и в дальнейшем рост количества транзакций бесконтактных и количества транзакций вообще электронных будет расти, и мы будем следовать тренду, который есть сейчас во всем мире. Безусловно, это удобно, это более безопасно, это с точки зрения скорости транзакций, это тоже интересно для конечного пользователя и для банков. Поэтому, безусловно, за бесконтактными и безэлектронными платежами, в принципе, за ними будущее. Я уверен, что, может быть, сейчас ситуация немножко более сложная, потому что мы находимся в той политической ситуации, когда непонятно, в какую сторону будем развиваться, национальная платежная система, по каким стандартам будут эти транзакции делаться. И клиенты, как физические лица, так и банки, сейчас немножко придерживают, например, бюджеты, да, они не так активно инвестируют в развитие электронных платежей. Но в будущем другого пути нет, и в конце концов ситуация стабилизируется, и электронные платежи будут продолжать развиваться. На данный момент проникновение инвиз-стандарта в России, вот как недавно было на презентации на одной, примерно 25% карт, которые сейчас находятся в поле, в России, они поддерживают инвиз-стандарт. Ну и практически все терминалы, там больше 90% работают по инвиз-стандарту. Я считаю, что инвиз-стандарт – это тот стандарт, по которому, в принципе, нам следует развиваться. Он доказал свою состоятельность, свою стойкость к фроду. И я думаю, что нам не нужно ничего здесь изобретать. Однозначно, это не магнитная полоса, потому что это уже прошлое. Нам существенная платежная система нужно смотреть в микропроцессорной технологии. И инвиз-стандарт, как мне кажется, это хороший опробованный механизм, на базе которого стоит строить платежную систему и платежные приложения для карт. Поэтому я верю в будущее. И потом, ну и кваринговая составляющая тоже очень важна. То есть практически вся терминальная сеть сейчас поддерживает этот стандарт. Мы можем наиболее быстро и эффективно перейти на инвиз-технологию в картах. Пусть даже построенные там национальные платежные системы и приложения, построенные на базе инвиз-стандарта, оно будет более востребовано, чем любое другое решение, проприетарное только для России. Абсолютно, да. То есть это должно быть приложение локальное, российское, платежное, но на базе инвиз-стандарта для того, чтобы просто поддержать совместимость.